Девушки отдыхают 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 по Буди Аллену, господи, Манхэттен называется. Да, конечно, это очень знаменитая картина. Я играла Трейси, в общем, 17-летняя любовница Буди Аллена. У нас был хореографический спектакль, достаточно интересный, он на английском и русском языке был. А теперь мы что-нибудь еще хотим сделать такое вот интересное. И пока это все сюрприз, секрет, но я думаю, что мы все успеем, все сделаем и поедем обязательно с гастролем. Но у тебя есть роль твоей мечты? Я знаю, у каждого актера она действительно где-то лежит в ящике. Мне бы хотелось сыграть где-нибудь в военном фильме, это факт. И мне очень нравилось, мне бы очень хотелось сыграть в каком-нибудь похожем на Анну Каренину. Мы играли в спектакле Анны Карениной, я играла Китти. Мне нравится этот период времени, когда корсеты, всякие пышные юбки. Это все за костюмы, все равно такая девочка. Не только костюмы, интересно балы, интересно само общество, там, где держаться за руку, это уже многообещающее, многоозначающее. Если там нельзя уже после второго танца, мужчина должен уже жениться на девушке. Как бы это довольно-таки важно для меня, это меня интересует, и история этого всего. И тем более мы клип даже снимали в одном из старинных таких зданий, там где проходили раньше балы. А что сейчас с твоей музыкой? С музыкой моей пишу песни сама. Вот, уже 10 песен написано, записано из них пока только 3, ну, для людей. 7 песен на студии лежат, и еще несколько десятков у меня дома, я пока их корректирую. Но ты записываешься здесь, в Украине? И на Украине, и в Москве. Я вот слышала твои песни, они стали такими взрослыми. Вот даже вот ты пела, и все говорят, ого, какие взрослые песни уже Алина поет. Какие именно? Ну вот твои вот эти последние, которые ты сегодня будешь исполнять, она тоже, она такая уже... Первая песня, которую я написала полностью сама, без никакой, наверное, поддержки и помощи, это была «Взрослая». Песня была изначально даже по припеву немного другая. Это был легкий такой соул, а-ля... Правда, бьет по лицу, это не прикольно, то есть, что была с тобой, стало очень больно. Не твоя, не с тобой, никому не нужная боль, принесла любовь девочка простужена. А сделали из нее более попсовую. Ну ты акцентируешь внимание, да, на том, что ты подзрослела, потому что, конечно, украинский зритель и слушатель помнят тебя вообще маленькую такую. То есть, ты хочешь, чтобы тебя воспринимали уже серьезно. Вы знаете, просто как-то у меня голос довольно-таки больше нравится петь, наверное, джаз чуть-чуть туда, потому что... Конечно. Как бы это больше мое. Наверное, потому что я закончила академию по эстрадно-джазовому вокалу, и это прямо туда. Да. А когда доходит дело до попсы, а изначально нужно было петь каким-то более таким голоском, прям... Просто я придумала тебя, это я... И все равно голос меняется, потому что, чтобы было больше такое вот прям нежное, ну, такое, чтобы... Девочек, девочек более такое. Да, да, да. А я понимаю, что я растую, мне нужно как-то дальше продвигаться, двигаться и петь то, что мне больше подходит. Сегодня ты споешь свою новую песню. Что это будет? Я сегодня спою песню авторскую «Твои навеки» о любви. Ты вот когда пишешь, потому что, ну, у тебя много страданий в текстах, все равно вот эта песня, это такая, она вот пережитая, ты ее все равно кому-то посвящаешь, это твои истории. Да, я, естественно, посвящаю песни. Как бы каждая песня из нового альбома, вот, из предыдущих, написана для определенных людей. А они знают об этом? Нет. Я же работаю ради любви и люблю ради работы. Как бы, по сути, у меня все вместе, все в совокупности делает меня саму, делает такие песни, как я пишу. Давай, презентуй сегодня нам свою новую работу. Это Алина Гросу, это ее авторская песня «Принимайте, друзья». Ветром развеяны наши сомнения, мы на краю суеты, чувствами прошлыми стали, мы брошены больно на части мосты. Ветром развеяны эти признания, нету смирения от осознания, сломаны наши мосты. Зачем своей любви мне клялся ты? Сны обожженные грубой реальностью, так бесконечно слепы. Как обожженные чувственные слабостью вновь пред тобой чисты. Ветром развеяны, ветром развеяны болью разбуженные чувства мои к тебе обезоруженные фразы и мысли пустые. Твоей навеки стану. Простишь ли глупые мечты? И пусть слезы на ресницах тают. Зачем своей любви мне клялся ты? Этой ночью больше не вдвоем, чувства впрочем из памяти сотрем, незаметно все напополам. Каждый будет сам. Твоей навеки стану. Простишь ли глупые мечты? Простишь ли глупые мечты? И пусть слезы на ресницах тают. Твоей навеки стану. Простишь ли глупые мечты? И пусть слезы на ресницах тают. Зачем своей любви мне клялся ты? Ребята, это Алина Грозовна. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Очень приятно. Я желаю, чтобы твои слезы были или только от счастья, или только на экране в каком-нибудь большом, красивом голливудском фильме. Спасибо большое. Очень приятно. Спасибо вам. Спасибо. Это Алина Грозовна. Ага Морген, конечно же, продолжается. И у нас много чего интересного, веселого и, конечно же, музыкального. Просыпайтесь только с нами.